Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию краеведческие лектории «По дорогам войны шли наши земляки», приуроченные ко дню республики и 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Героизм, самоотверженность и трудолюбие, свойственные жителям шахтерского края, особенно ярко проявляются в периоды исторических испытаний. Великая Отечественная война была красноречивым доказательством этому. Уроженцы Донбасса наилучшим образом проявили себя как на фронтах действующей армии, так и в тылу, помогая приближать долгожданную победу. С первых дней Великой Отечественной войны героизм стал социальной нормой поведения миллионов жителей нашей огромной Родины. Всем было предельно ясно, что в будущей победе залог не только личного выживания и свободы, но и спасение всего человечества от нависшей над ним нацистской угрозы. Жители Донецкого края сразу же откликнулись на призыв сделать все возможное, а порой невозможное для разгрома вероломного врага. В июне 1941 года на призывные пункты города Сталина, Донецк, явилось более 20 тысяч добровольцев, а в июле было сформировано народное ополчение, в ряды которого влилось около 50 тысяч человек. Также было создано два истребительных батальона для борьбы с диверсантами-парашютистами, шесть специальных отрядов по уничтожению танков противника. Только в течение первых военных недель из Сталинской области на фронт было направлено более 236 тысяч человек. Были сформированы легендарные 382-я, 393-я и 395-я шахтерские стрелковые дивизии, отдельные полки и батальоны. В августе и сентябре 1941 года была начата мобилизация трудящихся на сооружение оборонительных укреплений. Был проведен воскресник «Все для фронтов, все для победы», в ходе которого удалось собрать 2 миллиона 700 тысяч рублей, которые были направлены в кассу Фонда обороны. К началу сентября 1941 года жители края передали на нужды фронта 18 миллионов рублей. На всех предприятиях края создавались ударные фронтовые бригады, царил массовый трудовой героизм. В августе 1941 года по заданию Государственного комитета обороны донбасские машиностроители, железнодорожники и металлурги в течение 22 дней создали 12 бронепоездов и отправили их на фронт. 8 октября 1941 года начались бои на территории Сталинской области. Несмотря на героические усилия, к концу октября 1941 года части 187-й, 12-й, 9-й армии, 383-й шахтерской стрелковой дивизии вынуждены были отступить под натиском превосходящих сил противников. После многодневных сражений, в ходе которых немецко-фашистские войска потеряли до 50 тысяч убитыми и ранеными, свыше 250 танков, более 170 орудий, около 1200 автомашин с военными грузами, наши части оставили город Сталина, сообщало Советское информбюро 26 октября 1941 года. Были оставлены города Сталина, Макеевка, Горловка, Красноармейск, Славянск. К началу ноября противник занял центральную и юго-восточную часть области и вышел к рекам Северский Донец и Миус. Территория Донбасса была оккупирована. Она была включена в так называемую военную зону, подчиненную непосредственно немецкому военному командованию. Шахтерскому краю предстояло пережить 700 страшных дней нового кровавого порядка. Жизнь местного населения строго регламентировалась. Улицы пестрели объявлениями обведений комендантского часа. Для всех жителей старше 15 лет обязательной была регистрация на биржах труда и принудительная работа, за которую можно было получить продовольственные карточки. Малейшие попытки неповиновения жестоко карались. Окупанты организовывали места принудительного содержания гражданского населения и лагеря для военнопленных. Во время нацистской оккупации сопротивление гордого Донбасса не прекращалось. За 1941 и 1943 года на территории Сталинской области было создано 180 партизанских отрядов и групп, в состав которых входило более 400 тысяч человек. Они всячески дестабилизировали работу предприятий, путей сообщений, действовавших на благо армии врага, организовывали побеги советских граждан из нацистского плена, знакомили жителей с реальной обстановкой на фронтах, поддерживали боевой дух земляков. В 1943 году, разгромив немецкие войска на Курской дуге, советское командование сосредоточило необходимые силы для освобождения Донбасса. Эта задача была поручена Южному и Юго-Западному фронтам. 13 августа 1943 года началась Донбасская наступательная операция. 3 сентября 51-я армия Южного фронта освободила стратегически важный железнодорожный узел и город Дубальцево, а 5-я ударная армия – Енакиево. 4 сентября части 51-й армии выбили немцев из Никитовки. Одновременно с наступлением на Горловку войска 5-й ударной армии вели бои за Макеевку. 6 сентября город был освобожден. Успешно развивалось наступление войск Юго-Западного фронта. Они освободили Славянск, Константиновку, Краматорск, Артемовск и быстро продвигались на Красноармейск. Одновременно войска Южного фронта завязали бои за освобождение города Сталина и 8 сентября вошли в город, а к 14 сентября вся Сталинская область была освобождена от оккупантов. В результате Донбасской наступательной операции соединения Красной Армии прошли с боями более 300 километров, разгромив 13 гитлеровских дивизий, в том числе две танковые. В рядах советских войск за Донбасс мужественно сражались представители всех братских народов Советского Союза. Сотни из них удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и медалями. 23 воинским частям присвоено наименование городов, освобожденных ими. Героические подвиги на фронтах Отечественной войны совершили и многие уроженцы Шехтерского края. Из них 275 были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 105 стали полными кавалерами Ордена Славы. Наши земляки воевали почти во всех фронтах, от Белого до Черного моря. Они сражались под Ленинградом, Москвой, Сталинградом, на Кавказе, освобождали Украину, Венгрию, Польшу, Германию. Среди них есть герои, повторившие подвиг легендарного летчика Гастелло. Это Николай Семейко, Иван Веденин, Николай Девиченко, Петр Кривень и Алексей Мальцев. Донбасс воспитал своих матросовых, закрывших вражеские амбразуры своими телами ради успешного наступления боевых товарищей. Это герои Советского Союза, Николай Васильевич Насуля, Владимир Михайлович Сытник, Александр Абрамович Удодов, Семен Андреевич Харченко, Леонтий Васильевич Кондратьев. У каждого защитника родной земли был свой особенный мотив, чтобы совершить самоотверженный поступок и порой ценой собственной жизни заплатить за счастье будущих поколений. Но всех героев объединяло одно – безграничное чувство любви к своей родине, отчему дому для миллионов советских людей. Отрадно, что в этом пантеоне героев значительное место занимают подвиги славных сынов шахтерского края. Нам есть кем гордиться и кого помнить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok